Перемирие на юго-востоке Украины соблюдается практически везде. Это выводы мониторинговой миссии ОБСЕ, которые она делает в свежем отчете по ситуации в Донбассе. Наблюдатели говорят, что эпизодические обстрелы случались всего в нескольких точках, включая Дебальцево. Этот город сотрудники организации намерены лично проинспектировать в это воскресенье. Заявку на 22 февраля уже получило правительство Луганской республики. Об этом сообщил зампред Народного совета ЛНР Владислав Дейнега. В ДНР, напомню, еще накануне подтвердили, что готовы обеспечить безопасность группе ОБСЕ в Дебальцеве. Бои там прекратились, и ополчение призывает оставшихся силовиков сложить оружие. В целом, обстановка поселения и соприкосновения постепенно стабилизируется. Подразделения вооруженных сил Донецкой Народной Республики строго соблюдают режим прекращения огня и не поддаются на отдельные провокации со стороны украинских войск. На Дебальском направлении в настоящее время силами ополчения полностью освобождены все населенные пункты вокруг Дебальцевского котла. Продолжалось блокирование отдельных диверсионных групп противника, оставшихся на окраинах города. Призываем всех украинских военнослужащих, находящихся в Дебальцевском котле, сложить оружие под гарантией сохранения жизни и возвращения своих домов. И возвращаясь к сводке миссии, наблюдатели, которые работают на российско-украинской границе, отметили, что с момента установления режима тишины поток беженцев в нашу страну стал постепенно уменьшаться. С теми, кто все же решил искать лучшие доли за пределами Украины, пообщались наблюдатели. Люди рассказали им, что в их родных городах и поселках жить невозможно из-за отсутствия работы, еды и медикаментов. Продолжение следует...